И вот после этой самой великолепнейшей, какой-то наимилейшей бабули, у нас сегодня, не знаю, наимилейший ли он дедуля, первый раз, когда я услышал его название, имя, отчество, я подумал, что он какой-нибудь португалец или бразилец. У нас уже был один каталонец, и у нас уже были черты наивного искусства, буквально недавно, о чем ты говоришь, у бабушки Мозеса, и сюрреалистов было полно. Но одновременно и первого, и второго, и третьего, и еще много чего другого, ведь на минуточку наш сегодняшний герой, это человек, который сказал, я уничтожу живопись, и придумал то, что он называл антиживописью. Таких молодцев, если и было, то совсем немного, но они немножко по-другому как-то... В общем, живопись из Шилов, да, портретист, он тоже, в общем, уничтожил живопись. Он предпочел делом показать это, да, я думаю, что он не декламировал, и он, наверное, до сих пор совсем по-другому воспринимает то, что он делает, а вот Жан Миро, это целенаправленная, в отличие от той же бабушки Мозесу, которая случайный примитивизм, да, она просто по-другому не умела и не знала вообще, что это так может восприниматься в параметрах искусства, как там наивное искусство. А у Миро совершенно целенаправленная, мы увидим, что его труды более ранние, они достаточно профессиональные, что писать он умел, что это полноценный художник, причем художник широкого профиля. Он за свою жизнь поработал не только в живописи, но в графике, в скульптуре, в керамике, он делал гобелены, он делал статуи, всякие скульптуры, которые сейчас в Барселоне находятся. Там, например, фрески расписывал для, ну, не только для религиозных каких-то построек, а еще и для, там, вот я буду говорить, штаб-квартира ООН, кажется, в Париже. Ну, короче, это человек, который в 20 веке имел очень большое влияние и значительный успех. И своими художественными изощрениями, исхищрениями, он плотно встроился в эту культуру, по крайней мере, в культуру 20 века. Конечно, мы пока оценить его с большой высоты не можем, он умер совсем недавно, там, 40 лет назад. Ну, может, сколько тут? Ну, да, 40. Скоро будет. Вот, поэтому нам еще только предстоит оценить его вклад с исторической высоты. Итак, Жоан Миро и Ферра. То есть, фамилия одна Миро, вторая Ферра, соответственно, одного родителя и второго родителя, обе фамилии туда вошли, к нему. Ну, родился он 20 апреля 1893 года. И по дате рождения он у нас совпадал с Тернером в прошлом году, когда мы выбирали художников каждую неделю именно по этому критерию. Но, так как Тернер, он в итоге оказался Гегелем от живописи и от графики тоже, то пришлось его как более великого выбрать. И я думаю, что этот выбор... Ну, да, я, конечно, абсолютно. ...правильный, да. Вот, сегодня мы выбрали Миро, потому что мы сейчас движемся уже по датам смерти. И на эту неделю как раз выпадает на, получается, последняя уже в этом году, еще одна. Ну, да, еще одна будет, конечно. Вот, но на эту неделю выпадает его кончина. В Барселоне он появился на свет. Его отец владел ювелирной часовой мастерской в этом городе. Но вообще род был Кузнецов. Отец так его куда-то в другое увел. Да, Миро совсем уж на Кузнеца, наверное, не похож. Хотя, в принципе, и профессия Кузнеца тоже предполагает работу с материалом. В отличие от, например, владения какой-то мастерской. Хотя, если отец владел ювелирной часовой мастерской, то наверняка он тоже работал там руками и, собственно, сам на себя. А мать его была родом с Пальма-де-Майорки. Ну, Пальма – это столица Майорки. То есть она была... Пальма-де-Майорка. Мы все слушали автора, исполнителя песен про 3 сентября и про «Гаснут свечи». Ну, это такой остров, часть Балиарских островов, кажется, которые принадлежат Испании уже довольно давно. И тогда, и сейчас. Самый крупный остров там Майорка и вот Пальма. Там еще есть Тенерифа, кажется. Что означает слово «пальма»? Тебе известно? Мне нет. Я тоже не знаю. В данном случае или вообще? Ну, вот вообще. То есть почему-то же назвали так остров, да? Пальма-де-Майорка. Значит, Пальма что-то обозначает. Вряд ли Пальма – деревья, которую мы знаем. А, ну, да. Предстоит нам узнать после сегодняшнего занятия. Мать его происходила из рода краснодеревщиков. Ну, краснодеревщики – это такие люди, которые делают роскошную мебель. Да. Кстати, вот мы говорили… Да, ну, я сказал, что Миро – это второй… Или не сказал, но Миро – это второй каталонец. Надо не забывать, что Сальвадор-Дали вообще-то тоже из этих областей. Ну, не из Барселоны. Вот сейчас сходу не припомню его родной город. Ну, в общем, он там ближе к границе с Францией родился Дали. А Миро прямо в самом сердце этой исторической области. А Ракас – не этот город? Не из Каракаса он? Нет. Или нет? Точно нет. Ну, у Миро была сестра, и были и братья, но они, в общем-то, еще два ребенка, там, по-моему, один брат, одна сестра, и они умерли во младенчестве. То есть, двое детей, был один из которых Жан Миро в этой семье. Чем занимались родители, я сказал. В общем, про сестру я не нарыл ничего, но вот там у него были довольно с ней такие теплые отношения. Имя у Миро дали в честь бабушки и дедушки. То есть, бабушку звали Жоанна, а дедушку, понятное дело, Жоанну. Вот такой, да, он был самым старшим ребенком, и даже старше тех, которые умерли во младенчестве. А с 1900 года он учится в частной школе. Успехи его средненькие, но уже существуют уроки рисования, там, на которых он проявляет свои первые, так сказать, художественные устремления. Далее, точка в биографии уже 1907 год, то есть Миро 14 лет. Я не могу, каждый раз, когда говорю Миро, я вспоминаю какой-то пошлячий сериал середины 2000-х годов по каналу «Россия». Там ЦИГа назвали так, я не помню, как назывался сериал. По-моему, сейчас весь наш русский народ, у него слово «Миро» именно с этим ассоциируется. Я не знаю, я, видимо, не смотрел широких масс. Да я тоже не смотрел, но тут у меня бабушка. А у меня ассоциируется, есть такая в Краснодаре дама, Миро Пуассон, не знаешь, ты? А, ну, конечно, да. Вот, я ассоциируется с ней. А вообще у нас очень много художников на букву «М». Это уже, по-моему, десятый. И даже был с похожей фамилией Моро Гюстав, если вспомните. Но это так. О чем это? Отвлекайся от темы. О чем это? С 14 лет он учится на курсе коммерции. Но это было по настоянию отца. Да, однако тут же, в этом же самом году, Миро поступает в школу изящных искусств в Лалонха. Изящных искусств в Лалонха, это там же, в Барселоне, куда он ходит вечером. И все это происходит параллельно. Ну и оканчивает он тоже оба этих учебных заведения примерно в одно и то же время. Это 1910 год, то есть, когда ему было 17. Он выучился на бухгалтера и пошел работать в аптеку. Все еще его семья, да и сам он, не могли принять то, что человек станет художником. Но он сам еще не выбрал такой себе путь. И считается, что такое событие произошло и такой повод для решения через год. В 911 году Миро заболевает брюшным тифом и два месяца проводит в постели в только что купленной ферме родителей. Ферма эта находится в местечке Монт-Роч-дель-Кампе. Монт-Роч-дель-Кампе. Так приятнее, да. И там у него, по примеру того, как нам оставил в своей биографии такое Матисс, то же самое Миро. Заболев, он вдруг переосмыслил всю свою жизнь и решил, что нет никакого направления в его будущем, кроме как становиться художником и в первую очередь живописцем. Его подтолкнули к этому и не только состояние, а еще местные провинциальные пейзажи, которые вот в Каталонии особенно красивы. И считается, что они потом всю его карьеру будут махать рукой зрителям и самому художнику с полотен. И так или иначе как-то отражаться в его творчестве. В 2012 году, соответственно, он, выздоровев уже, бросив аптеку, он поступает в частную художественную школу Франциско Галли. И учится там до ее закрытия в 2015 году. Причем там с трех до пяти он бывал в школе. Потом известно, что после школы этой он шел в художественный кружок, где рисовал с натуры и познакомился с обществом художников и критиков, которые позднее образуют группировку Курбе в Барселоне. И можно сказать, что уже в Барселоне он вошел с головой вот в такую, как это называется? Ну вот есть современное слово «тусовка», а я все время забываю, как это тогда называлось. Напомни, пожалуйста. Я не знаю, как это тогда называлось. Клуб, вряд ли. Ну, клуб, да, клубная жизнь. В общем, ну не та клубная жизнь, которая дискотечная, а вот та, которая с художниками, с поэтами. Группировка Курбе. Гюстав Курбе – это, как мы знаем, такой великий реалист, настолько великий, что у нас еще его не было. И вот у меня был второй шанс его выбрать, но я предпочел нам в следующий раз другого художника, пока не будем говорить какого. В общем, Курбе – это один из основателей реализма в живописи. И параллельно, так как он победил академический романтизм, он считается еще таким возмутителем спокойствия в истории живописи мировой, в первую очередь в истории французской живописи. Но группировка Курбе, в которую вот входил Жан Миро, о которой я сейчас сказал, она ничего общего с реализмом не имела. Точнее как, там туда входили какие-то реалистические творцы, но их интересовала именно вот эта бунтарская часть. Курбе вдохновляла. Сам Курбе уже на тот момент давно не был жив. Это 19-й век Курбе, а тут мы уже говорим про 20-й. Так вот, участники группировки Курбе, они в качестве своих таких задач, по сути, провозгласили новесентизм. Это то, что их интересовало. Что такое новесентизм? Это каталонское движение, каталонский образ мысли, это такой культурный феномен, который объединяет националистов, в хорошем, в плохом смысле, в общем, патриотов Каталонии, которые в искусстве противопоставляли себя хаосу модерна, который захватил к тому моменту многие европейские страны. Вот каталонцы считали, что мы такая вот древняя нация и такая самобытная, что мы сейчас не поддадимся этому влечению, а будем пропагандировать и поддерживать свое. Но это свое, оно будет вот скорее такой неоклассикой. Вот мы обычно про неоклассику говорим как про что-то пошлое, вспоминаем там Годварда, вспоминаем вот этот маньеризм какой-то, который уже вот и вроде как никому не нужен, но аристократы, всякие банкиры, неразбирающиеся в искусстве, продолжают много платить, безвкусные потому что люди. Но вот нам ведь навесите... Но мы говорим про неразбирающихся в искусстве, вряд ли мы будем говорить о настоящих аристократах, или я не прав? То есть скорее всего это будут какие-то кубчики. Ну, какие-то ставленные, да, аристократы, которые только при их жизни, видимо, им довелось только на их поколении. Микенин во дворянстве Мальера. А что получается, каталонские художники, так же как и вообще все каталонцы, исповедовали вот эти сепаратистские настроения, да? Да, почему нет? И навесентизм, самый яркий его представитель, который, конечно, не только на территорию навесентизма зашел, а много еще куда, это Ортега и Гассет. А он... Он при этом, кажется... В чем он сепаратист? Я, да, я не сказал, что они сепаратисты, все-таки на весь интерьер. Это я сказал, да. Да, да. Но вот именно вот этот акцент на такое вот движение, культурное движение народов Испании и их подтверждение самобытности и неподчинение вот этой волне, которая, в принципе, всех под одну гребенку чешет, да? Вот тот же самый модерн, там, или какое-нибудь авангардное искусство. Аллергия перед всеобщим. Да, вот про это был навесентизм. А Курбе это был просто предлог или вот такая вот красивая культовая личность, которая им служила как бы примером протеста против вот этого повального подчинения академии, да, академизму в искусстве, да и не только в искусстве. Ну вот, разобравшись с тем, что такое навесентизм, возвращаемся к миру. Эта группировка, ну и к группировке, она распалась через всего год, но не надо думать, что там это произошло, потому что вдруг все перестали быть навесентизмами. Дело в том, что там были более крупные, каталонские группировки, которые не только художников в себя включали, там каких-нибудь философов и там писателей, и просто многие люди ушли в другие группировки, кто-то уезжал, и этот процесс, конечно, как и сейчас, для начала 20 века был весьма характерен. Все-таки Барселона и Каталония это были европейские, скорее, провинции относительно того, чем, например, являлся Париж. Конечно. И самые талантливые, самые такие дерзкие, желающие люди, они из Барселоны, в конце концов, там к 30 годам уже где-то уезжали. Вот Миро в этот момент, он не попадает в волну отъезжающих или переходящих другие группировки. Он, увлекшись поэзией в группировке Курбе и авангардными журналами, как-то это для своего творчества использует. И, в общем, как-то такой у него переходный период, потому что ему приходится сходить еще в армию в 15-х, между 15-м и 17-м годом. А что там с Первой мировой в этот момент было и с ним? Ну, как раз это годы Первой мировой войны. А он на фронте не побывал? Вот у меня данных про фронт нет. Я думаю, что, скорее всего, нет, не побывал. А вот другой факт, известный, такой, несколько, компрементирующий его, то, что он в составе своего полка уже разгонял этих каталонских забастовщиков в Барселоне, выступая на стороне, естественно, испанского правительства. Он служил в ВВ, да? В ВВ служил, во внутренних войсках служил, разгонял. Да. То есть, буквально против вчерашних своих товарищей. Да. Ну, в 18-м году уже была его первая персональная выставка, соответственно, мы можем понять, что к 25-ти годам этот художник уже более-менее состоялся. И первая папка, что у нас там, до какого года? А, ну, вот как раз примерно до этого. давайте глянем на самое первое, например, его произведение. Это местечко Монтрок, про которое я упоминал уже. Сегодня, собственно, место силы, место перерождения человека-мирой и превращения его в художника. Что-то очень, не знаю, пост-импрессионистское или как это называется? Да. С одной стороны, как бы очень знакомое. Крупные мазки, некая такая геометрия, почти сезановская. Видите, здесь кругляшок, овал холма, а здесь прямые линии внизу, как такие, как пучки, верхушка укропа, цветник, да? А сверху, посмотрите, тоже геометрия пошла. Такая сеточка, клеточка. Паркетик. Ага, паркетик. Но вот как-то все это вместе сразу, да еще и в такой гамме, уже не совсем импрессионистской, а ближе к фобе матисовской. Все это вместе, ну, самое такое, что я припоминаю, это у Мандриана что-то такое бывало, вот у раннего. Вот как-то подобным образом он творил. Но, так или иначе, Мандриана вряд ли мир увидел. Тут другое важно понять, что вот в этой его работе и во всех остальных из этой папки, которые я покажу, например, пляж, его родного, Монтрога, ну, как родного, ставшего вторым домом, нам говорит о том, что это был художник, который знает некоторые основные ведущие движения, живописные, и их экспериментирует и смело так пытается сочетать, и пытается найти себя, естественно, в этом всем. Потому что вот, что здесь, мне вообще уже трудно сказать, да, потому что здесь много таких элементов, которые в отдельный художественный стиль даже и никогда и не превратились. Видите, здесь как будто на плоскости изображенный парусник, а все остальное у нас в объеме, и на пляже такие мазки чуть ли не как какой-то древней наскальной живописи. А еще эта планета, на которой он пишет, очень похожа на какую-то булку или караваль от хлеба. Ну, на булку Петрова Водкина она похожа. Сферическая такая перспектива, которая на самом деле и не сферическая, если она не выдержана целиком, но в этом всем есть какая-то красота. И уже даже красивая подпись Миро. Ну, то есть, тут, видите, такое есть, которое совершенно не похоже на то, что я показывал до этого. То есть, здесь он пробует чего, даже непонятно, это какая-то журнальная эстетика. Да, что-то такое. Зато мы теперь знаем, что в Каталонии бывают блондинки. Я вот не знал до этого. Я думал, что они все выглядят примерно как ты, мастер Петр. Ну, крашеная. Вот, видишь, корни у нее. Зеленые глаза, видишь, у нее? Ну, это да. Но это линзы. Это линзы. Она вообще японка. Данный образец. Надо увеличить, даже если в плохом качестве, а то совсем. Ага. Даже вот этот известный портрет Винсента Нубиолы, он уже похож на что-то пикассовское его купистских периодов. Кстати, Пикассо, он же тоже в Барселоне жил. Я напомню, что в 1900-м, кажется, сейчас точно скажу, у меня записано. А, голубой период Пикассо, он был как раз целиком полностью в Барселоне, и с 1903-го по 1904-й год. То есть, к тому моменту кубизм уже все его хорошо знают, уже сам Пикассо от него во многом отказался. Даже не во многом, уже мы говорим про конец десятых. Пикассо уже совсем иным занимается. Пикассо был еще, конечно, второй кубист, Жорж Брак, они вдвоем придумали этот стиль живописи. Или, например, автопортрет Жана Миро. О, какой хороший. Единственный автопортрет, который я нашел. Действительно хороший, но мы тоже здесь видим и влияние кубизма, и влияние такой примитивистской, несколько наивной живописи. И, естественно, фавизм по цветам Матисса, да, потому что здесь дикое какое-то такое вот сочетание цвета лица с фоном, которое почти сливается, такого не должно быть. Все это очень ярко. И туда же можно и закинуть и экспрессионистские какие-то элементы. То есть это сборная солянка. А вот ты знаешь, если не относить к фавизму, кому еще относится такое сочетание цветов? Вот посмотри, голубой, сиреневый, оранжевый, зеленый. Очень-очень сложное сочетание, легко сделать грязь, но если выдержать, я имею в виду, какой цивилизации относится такое сочетание цветов, какой культуре? По-моему, индейцы что-то такое делали. Индейцы не знаю, арабы. Вот арабская архитектура, у них именно такое сочетание цветов. И они потрясающе тонко выдерживали, чтобы оно оставалось красивым при вот этой дикой сложности, когда оно легко может впасть в коричнево-серый такой. То есть это уже сложная, да, работа? Да. И тогда, да, мы говорим о том, что он еще не нашел собственный стиль, но уже писал как мастер. Вот этот автопортрет, кстати, он и подарил Пикассо при знакомстве. Там как-то... А там я сейчас скажу, Пикассо ему очень поможет в последующем скажу как и вот за что и был ему подарен такой портрет. Опять же, вот это, посмотрите, с одной стороны вроде бы фавизма и геометрия Сезанна такая сзади, да, но мазки уже совсем не импрессионистские, не постимпрессионистские, а на переднем плане у нас вообще чистая геометрия, чистая абстракция. А я вот в истории в этом месте не силен, а мавры Каталонию захватывали. Вот Испанию захватывали, да, 800 лет они там отбивались, от них это была реконкиста, а вот Каталонию, потому что как будто бы какая-то мавританская вообще культура к ним перешла, вот судя по вот этим цветам, я чисто говорю. Таких сочетаний я вообще ни у кого не видел. Вот вот этой гаммы цветов, да. Она как бы не совсем даже живописная, она какая-то такая уже, что ли, рекламно, рекламно-абсурдная, что ли. Вот тут есть что-то нарушающее, даже гармонии принципы, на мой взгляд. Оно нарушающее есть, но в принципе все вместе выдержано как какой-то такой очень темпераментный пейзаж. Очень темпераментный, достал нож, зарезал соседа, сел пить, ждешь, пока полиция приедет. Что-то такое. То есть даже на одном полотне, если мы начнем его делить на фрагменты, у нас будет совершенно разные виды живописи. Здесь абстрактная, здесь вот сзади постимпрессионизм, сезонизм такой, вот где-то здесь примитивизм будет, где вот этот кустик, а вот здесь вообще реклама зубной пасты. Голубые волны на желтой пасты. Акма-прэш. Да. Вот так он творил. Или, например, вот этот натюрморт, но здесь уже, конечно, более все выдержано и как-то проще это воспринять и определить, что тут такое. Кстати, гетты для каталонца как-то странно. Ну, также каталонец удивится, если видит, что русский читает гетты, мне кажется. Гетты просто всеобщие, вот и вся история. А, вот как. А вот такое, посмотрите, совершенно иное. Класс. Ну да, это совершенно иное, но это прям класс. прям вообще не знаю, такое какое-то что-то знойно, шикарное такое. И из того, что еще я не показал, только лишь осталось вот такая непонятная пейзажная конструкция. зачем здесь номер, это как будто фрагмент из журнала, страница, которая посередине. Ты его к журналам прям сильно привязываешь, я смотрю. Но я смотрю, он экспериментирует, да, он прям и туда, и туда не боится делать такие и флаг Каталонии. Обратите внимание на здание. А где? Все сломалось. Верните флаг Каталонии. А где? Вот это? А можешь увидеть? А то я и не знаю, какое. Ага. Желтые, красные полоски. Полоски. Полоса-то. А тут даже калитка или забор уже вертикальные полоски, желто-красные. Там непонятно, что плетеное что-то. Если присматриваться, тут еще есть странный элемент, например, надпись на стене какая-то Акус. Что это? Лестница? Почему тут номер? Террасное земледелие какое-то. Да. И далее, оставаясь в Барселоне, я еще не рассказал про то, что после своей первой выставки он продал лишь одну картину, но сейчас, посмотрев на все, что он сделал, мы, конечно, поражаемся его мастерством и его умением сочетать, казалось бы, несочетаемое. И все-таки в этом своем бурлении всяческих красок он, опять же, создавал оригинальный продукт, который, в общем, если, думаю, нам потом покажут, когда-то через время мы вспомним, что это именно Миро, именно этот экспериментатор от живописи сделал. Сложно там будет с чем-то спутать. Вот после той болезни, про которую я рассказывал, он очень сильно прикипел к местечку Монроч-делькамп, мы это видим у него и на полотнах, да и вообще он туда ездил каждое лето практически всю жизнь. Но заканчивается этот этап жизни, эта папка, мы попадаем в 2020 год, который приурочен к посещению Парижа. О, и теперь совсем другое. И вот он начал убивать живопись, да? И я даже, да, даже как-то некоторого отра поймал, потому что сейчас придется говорить про иное. И так немножечко проспоррелю, весь сегодняшний эфир, он такой будет, мы будем скакать между разными мирами, которые в которых жил и которые творил Миро. Разными мирами. Да, в 2020 году он впервые посещает Париж, он там много гуляет, посещает музей, знакомится с Пикассо, который ему помог обустроиться, там он ему, кажется, нашел мастерскую, в которой Миро мог бы жить, и это все было за неплохую плату, за небольшую. И в благодарность Пикассо получил автопортрет Миро. вот тот самый. Миро тут же, как было однажды в Барселоне, когда его увлекла группировка Курбе, он прикипел к объединению дадаистов во главе с Трицаном Царой, ну, самое известное объединение дадаистов во Франции, ну, и, естественно, группировки сюрреалистов Бретона. И вот он как-то между двумя этими группировками форсировал, но все-таки чаще хаживал к сюрреалистам. Считается, что он никогда не входил, официально точно он не являлся членом этой группировки, но проводил там довольно много времени. Но, на удивление, Миро даже интереснее было с поэтами, в частности, Луи Арагон и тот самый Поль Элюар были его близкими друзьями. Почему тот самый? Потому что Элюар это первый муж Галы Дали, у которого Дали отбил Галу. Помнишь, там даже был портрет у Дали? Да. Этого поэта, естественно. Кстати, Элюар тоже там у него не настоящая фамилия, но не важно. Да. И такой круг контактов для Жанна Миро был, конечно, очень поворотный и сильно влияющий. Открыв эту папку, мы об этом и сказали. То есть, это можно называть дадаистской, сюрреалистской, в первую очередь, уже сюрреалистской живописью, именно в классическом таком изводе, потому что это все происходило в тесном контакте с группировкой Бретона. Мы видим здесь картину под названием «Рождение мира». Кстати, у Курбе тоже была такая картина, это одна из самых с таким названием, одна из самых скандальных картин в истории живописи, потому что там изображена крупная женщина, голая, лежащая, с раздвинутыми ногами. если мы даже сейчас в поисковике введем «Рождение мира», или «Происхождение мира», она называлась, Курбе, то у нас даже не будет такой, там будет просто человек в музее, стоящий перед ним, вдалеке, эта картина на стене, чтобы нас не шокировать. Вот такая была. Ну и, видимо, как раз это то, что Миро сделал, это отсылка к произведению Курбе, и здесь мы видим некоторые такие элементы, например, этот треугольник, он явно напоминает кое-что у той женщины, некую область, да, где-то еще мы можем тоже найти некоторые пересечения, но вот эта вот часть, да, с тонкой кривой линией и кружком на конце, это уже того не было у Курбе, но мы тоже понимаем, что это имеется в виду, а уничтожение живописи началось уже сейчас, хотя Миро провозгласил это позднее, но мы видим, во-первых, это сделано, кажется, на картонке, во-вторых, тут у него все потекло, точнее не все, что-то потекло, да, что-то он, по-моему, что он сделал, акварелью, очевидно, тут повлиял, да, тут есть и гелевая ручка, или как она называлась, ну, перо, 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 перо с тушью, да, перо с тушью, и что еще тут есть? Это по, чисто по технике, да, несколько разных он материалов берет, видов, как будто бы он что-то наклеил еще, нет? Ну, может быть, дальше будет, конечно, поэкспериментаторски, и, конечно, разные, так сказать, ну, что ли, интенции здесь сочетаются, да, вроде бы некоторые фигуры достаточно спокойны, сбалансированы между собой, ну, а другие совершенно другую энергетику представляют, тут вот, видите, в верхней части у нас такая более четкая, четкий фон, здесь он уже размытый идет, и тоже, да, мы говорим про абстракционизм, мы не можем не вспомнить Малевича, мы не можем не вспомнить Кандинского и Мандриана, но мы никогда не спутаем вот этих всех перечисленных с Миро, у него здесь совершенно иное на этой картине, или Белая перчатка, тоже такая Мирошная штука, потому что, опять же, он сочетает предметы разной такой фактуры, разной даже техники выполненные, и в разных стилях, то есть, если перчатку он прописывает довольно-таки реалистично, ну, пусть он там где-то утрирует, да, некоторые, ну, части, некоторые фрагменты, да, тут таких не существует перчаток под такие пальцы, но она такая 3D-шная достаточно, то вот здесь у нас просто тетрадный рисунок школьника в правом верхнем углу, выполненный, просто карандашом, да, здесь бабочка, которая и чуть-чуть отсюда взяла, и чуть-чуть отсюда, и фон такой намазюканный, достаточно интересно, или давайте сразу же покажем вам билетера музык-хола, музык-хола, который вроде бы сделан так, как любили кубисты, да, взять человека, его лицо и как-то его разобрать, раскинуть в разные углы картины, но в целом мы видим, что это человек, да, у кубистов, хотя на человека, на формы человеческие совершенно не похож, то же самое здесь. но все равно видно, ну, то есть, там, усы есть, подбородок есть, средняя линия лица, которая обозначает нос и рот, есть, брови есть, глаз есть, но все равно, да, видно. но это кубизм такой, ну, кубизм в кавычках, конечно, который выполнен опять-таки совсем не так, как это делали Пикассо и Брак, это карандашом, это максимально по-детски, просто, но в то же самое время очень живописно и красиво, да, особенно вот этот элемент, который он здесь вот добавил на Леопол, он такая вершина, скрепляющая всю остальную композицию, и опять же, это сделано на картонке, или бутылка вина. Здесь нужно сказать, что для Миро, для его абстракционизма или для его сюрреализма характерные предметы, которые, ну, и здесь, да, и вот, например, здесь, и здесь, и много где еще, они вроде бы похожи на настоящие, мы узнаем эти предметы, но при этом они, то есть, точнее так, они не похожи на настоящие, но мы их узнаем. Вот это тоже черта, которая свойственна для его абстракционизма, для его сюрреализма, и так его легко узнать. Собственно говоря, Миро находится на стыке этих жанров, считается, что он самый известный художник, который соединил сюр и абстракцию. Ну, что такое абстрактная живопись, да, я напоминаю, это живопись линий, это живопись фигур, таких простых каких-то сочетаний, которые создают определенный баланс, какие-то узоры, вот, которые не отсылают к конкретным предметам реальности, да, абстракционизм это своя реальность, своя такая геометрическая, какая-то очень условная, а сюрреализм все-таки это совершенно иное, да, сюрреализм это парадоксальное сочетание форм, сочетание предметов, сочетание несочетаемого, но все эти вот элементы, несочетаемые на полотнах сюрреалистов, они узнаваемы, там, вот как, например, удали, да, это часы, они часы вытекают, там, или седло лошади, там, он тоже вытекает вниз куда-то на картине постоянства времени, да, но при этом это все узнаваемые элементы, но они в какой-то такой фантастической условной реальности находятся, он совсем не абстрактная эта живопись, что там есть и цвет, там есть и объем, передает художник, фигур, и там много чего еще есть, а у Миро, видите, как бы он вроде бы и сюрреалист, вот это, например, бутылочка у него, да, но она тут, он показывает, например, переход цвета, как обычно, когда тень падает на предмет, вот здесь она, здесь более темная, здесь начинается светлая, тут надпись есть на бутылке, но контуры, например, он делает почему-то точечками, так как бутылки не выглядят, то есть это чисто абстрактный элемент, тоже вот это вот животное, это существо, да, оно тоже наполовину, как бы, узнаваемо нами, наполовину все-таки является сочетанием каких-то линий, и сюрреализм, это, конечно, еще живопись, которая раскрывается, которая может быть понята только целиком, да, которая именно во взаимоотношениях элементов раскрывается, вот у Миро как раз тоже здесь есть отход от классического понимания, потому что зачастую, например, как здесь, на бутылке вина, кажется, что это уже и не важно, как это все вот можно считать, да, что это имеется в виду, что имел в виду автор, если хотите, если угодно, здесь это как бы лишнее, в этом плане Миро скорее ближе будет уже к абстракционистам, по крайней мере вот на этой картине, да, ну не на картине, на рисунке, но более известны его и такие многоэлементные полотна тех лет, это «Вспаханное поле», где уже он такой, которым восхитился в одно время Дали, мы же помним, да, на раннего Дали первый художник, который произвел влияние, это как раз Жан Миру, И вот тут вот по количеству разных самых существ, фигур, всяких частей тела, просто каких-то черточек, особенно глаз и ушей, мы можем узнать и раннего Дали и так себе закрепить в памяти, что Миро, в общем, он таков. Считается, что для стиля Миро как раз характерно вот это вот его как называется идеалогемы как бы он создал некоторые, по-моему, так это называется, то есть систему символов, которые он использовал на многих своих полотнах. И тут мы тоже видим, конечно, полотно сюрреалистическое, которое тут сочетает даже некоторые государственные символы, вполне себе узнаваемые и несущие очень такую тяжелую нагрузку, но и в то же самое время животных или каких-то существ, которые в реальности не существуют. и все это тут увлечено каким-то одним действом, да, то есть лошадь, она оглядывается куда-то на зад, то ли себе, то ли на свой зад, то ли вот на эту конструкцию сложную такую. Тут вот это существо гонится за чем-то находящимся в правой части картины, и все это вокруг дерева происходит, то есть все это естественно соединено как бы таким единством пространства картины, но и абстракции это тоже естественно не лишено. Почему? Потому что начнем с того, что это все плоское здесь. Это что-то находится на заднем плане, что-то на переднем, но все объекты они плоские, видите, объем не передан. Ну или почти не передан, где-то местами он есть, например, вот на ухе. А уж точно не назовешь ничем иным, кроме как таким абстрактным элементом, это вот этот угол. То есть здесь просто он режет его другим цветом, а некоторые объекты, которые на нем находятся, они как бы этого не замечают перехода, они также продолжают существовать. Это напоминает нам уже этот самый орфизм Роберо Делане, которого у нас еще не было, но у нас был Лентулов, который вдохновлялся. Это живопись таких калейдоскопов, стекляшек, как будто живопись разбитого зеркала. Второе полотно, которое здесь можно показать, это каталонский пейзаж. Вот опять же, да? Кто бы мог подумать, а что, усы одни и те же у этих существ? Как у билетера они начались, да? Угу. Ну, я думаю, каталонцы любили носить усы, и, может быть, удали они из-за этого и были. Тут еще трубка, видишь, у существа летающего. Точно. Опять же, государственные символы, причем и каталонский флаг, и французский, и вот здесь испанский. Каталония, напомню, близко к границе с Францией находится, и, в общем, там связь определенная есть, наверное, и французов немало проживает. Но, здесь опять же, мы видим, у нас тут горизонт вообще волнистой линии сделан, если это вообще корректно называть горизонтом. Объекты, которые находятся вроде бы в плоскости, но при этом у некоторых дан объем, да, вот как здесь, например, у летающей этой штуки, или вот у конуса, он тоже объемный. При этом, ну, дальше находить это круги всякие, которые совсем не похожи на объем. и все остальное, да, что я называл, будет здесь тоже встречаться. Далее, карнавал Орликина. У нас не эта обложка, да, кажется, другую я выбрал. Ну, тоже одно из полотен, из вершин творчества. Жанна Миро. Обратите внимание, как много здесь, еще больше, чем на всем предыдущем. изображено элементов. Сюрреализм, это, конечно, очень любит, но абстракционизм тоже любит, но абстракционизм, он совсем не влечет к тому, чтобы мы разглядывали отдельные какие-то его части. Да, это были бы просто линии, это были бы просто кружки. Если мы вдруг в абстракционизме узнаем каких-то существ, какие-то предметы, то он уже сразу разрушается, он перестает быть абстракционизмом, а чем-то другим является, ну, вот как, например, здесь. У нас с тобой обложка, это где такие в клеточек много всяких. А я вспомнил, да, там кружочек будет слева. и картина, которая известна во многом благодаря тому, что она не похожа ни на одно произведение Миро, это ферма. Она похожа, она похожа на вот то, что ты ранее показывал, где мы говорили о, как это, где номер был, где лестница была, вот она похожа, немножечко. Ну да, но это работа 22-го года, еще, можно сказать, его ранних лет, ему нет еще и 30-ти, но она считается такой вот программной для него, хотя тут скорее программа не по части его творчества, а по его, так сказать, ну, что ли, личностным каким-то параметрам, что здесь он изображает те предметы, которые он, и тех существ, которые он знал с детства, которые близки его душе, которые вот находились на ферме его родителей, где он лечился, сами его, возможно, это его мать здесь изображена, ну, наверное, нет, все-таки рабочая какая-то, какая-то крестьянка, но видите, как он тоже все это встроил, уже пусть и передается реалистическими средствами, да, все эти предметы, ну, по крайней мере, по работе кисти, да, но не соблюден масштаб, тут ведро в три раза больше, чем собака, да, здесь, естественно, расположение совершенно не, тут просто они как в земле, как, знаете, когда слои земли показано, что под землей, вот как будто они под землей находятся, ведь, да, ну, тут и корень дерева, вот он, он здесь, да, ниже уже эти шайки-лейки изображены, и вот такой вот каталонский пейзаж, ну, и каталонская тема, я не сказал, но через новесентизм вы, наверное, поняли, что тема каталонской идентичности, она является для Миро такой структурообразующей, причем он понимал каталонцев не как такой вот архаичный, самобытный народ в духе вот того же самого новесентизма, а он говорил, что каталонцы это современная такая нация, которая очень чувствует все модные тренды, и вот что это истинные европейцы, самые-самые европейцы из европейцев, и мы, наоборот, должны быть открытыми, то есть в этом смысле он, конечно, противопоставляет себя вот этой вот группировке Курбе, с которой он был дружен в ранние годы, и мы это увидим, да, по его произведениям тоже, потому что здесь уже, да, вот в этом всем, конечно, есть наследие и влияние в первую очередь такой мировой живописи, мировых трендов. Далее, после папки, которую назвал рождение мастера, происходит в его жизни прорыв. С чем он был связан? Ну, все довольно просто, с тем, что он заключает контракт с человеком по фамилии Виот, который за 1500 франков в месяц скупает у него все картины, то есть он как бы становится наемным работником, имеет какой-то норматив, наверное, потому что иначе бы он мог просто за месяц одну картину сделать и на этом расквитаться. наверное, все-таки, да, если художник хотел творить, то, может быть, и не было таких нормативов, но так или иначе, он недостатка в средствах уже не испытывает и за счет вот этого союза с Виотом его карьера перезапускается. Он вхож в некоторые места, в некоторые выставки, галереи, куда ранее не мог попасть и получив возможность работать в спокойном темпе, он в общем это и делает. И его эксперименты продолжаются. Здесь мы видим композицию с фигурами в горящем лесу, по крайней мере, так назвал свое произведение сам автор. А где-нибудь здесь уже видим опять же фигуры в лесу, но в совершенно ином стиле выполнен. Тут как будто вообще волосы реально человеческие. Сидящая женщина, которая задником, вот если его брать, стереть эту женщину, очень напоминает полотна нашего нелюбимого с мастером художника американского. Да. Вспоминаешь какого? Да, я понял о ком ты, я пытаюсь вспомнить, как его зовут. Ротко. Да, да. Марк Ротко. Совершенно очаровательная собака, лающая на луну. Это правда, дико милая, как будто бы из советских мультфильмов. Вот, да, тут еще такой свет, видимо, фотография, что действительно как будто из пленки кадр. Что-то грузинское, да, какой-то, или армянский мультфильм. Ну, есть такое. Вот у него встречается часто красная сумочка, она называется Баратино. Это такой каталонский слово. Каталонский предмет одежды, ну, как это сумка, которая представляет из себя красный мешок. И похожа по цвету и по форме на фригийский колпак. Часто путают и считают, что у Мироя вот эти колпаки красные, которые любили в французскую революцию носить. Да, и сейчас это до сих пор один из символов французских. Да, у него в 20-х годах случается момент, когда он путешествует по Голландии и Бельгии, ну, по Нидерландам, если хотите, после чего он создает серию голландских интерьеров, вот, насмотревших тех самых наших любимых вермейеров и прочих художников, которые писали именно убранство в эпоху Возрождения и чуть позднее убранство голландских домов, появляются два таких замечательных дуч интерьера, где вот тут даже какая-то картина узнается, но это не вермейер, там другой художник, не помню, какой, ну, вот, мужчина сидит, да, с гитарой, вот здесь у него рядом женщина, вот окно, вот все остальное, вот это правда не помню, что, потому что не окно, ну, наверное, это картина такая на стене, или полочка с чем-то, вот собака на полу, дальше все остальное узнаете. Ну, тут тоже, да, понятное дело, что задача этого искусства, это все-таки не американский художник, да, и не какой-то там любитель, провокатор, здесь задача не в том, чтобы мы узнали, а в том, чтобы насладились красотой, конечно, Миро никаких претензий по поводу того, что он что-то делает в ущерб искусству, получить, на мой взгляд, не может, при том, что он говорил, что он живопись убивает. Вот ты молчишь все это время, тебе, ты как, рассматриваешь или что, или может ты просматриваю, но я пытаюсь найти для себя интерес в этом, у меня не получается. А, вот как, то есть тебе это такая... Я работаю над этим, но пока никак. Понял. Ну, то есть это интересно, эти аллюзии, отсылки, конечно, там он очень культурный и так далее, ну вот, слышишь, каким интересом я об этом говорю. Да, а второй голландский интерьер у него выглядел так. Далее, после всего сказанного, после того, как он окончательно прощается с вот этими деталистскими своими проявлениями, которые у него есть там на ферме, в картине ферма, да, который еще где-то, где мы говорили, что он еще сохраняет связь с реальностью, он целиком полностью уходит в такое бессознательное, условно-знаковое пространство. Мы уже видим это на показанных, на большинстве показанных картин. Там, естественно, он, как и должно быть, у любого сюрреалиста, он увлекается с нами, их там трактовкой, фройдизмом и гипнозом, ну, в общем, всем тем, что как бы было свойственно для парижской вот этой тусовки тех лет. Все-таки применим это слово. Я думаю, оно достаточно корректно в данном случае. И в какой-то момент, конечно, его психические состояния, они начинают быть единственным, что его интересует. Но про какие-то запрещенные вещества и потребления ничего неизвестно. Я думаю, что этого не было. Просто такую фразу произнес и подумал, что вы могли как-то такое себе что-то наклеветать на человека. Но не стоит. И в 31-м году начинается новая папка. А связана эта новая папка, ну или в 32-м году, а связана она с тем, что он уезжает из Парижа. Там в конце 20-х сразу несколько случилось знаковых событий в его жизни. Начнем с того, что он стал уже таким художником, о котором говорят, который уже привлек внимание Соединенных Штатов. Там что-то даже по-моему какие-то лекции уже проходят о его творчестве. Может быть какие-то даже были вывезены картины. Но в 22-м году уже произошла первая выставка в Испании, которая произвела сам настоящий фурор, принесла ему огромную прибыль. Он смог позволить себе жениться. В общем, не сам молодом возрасте, ему уже 36 лет было, на как раз уроженке той самой пальмы города с острова Майорка. То есть так же, как его жена была оттуда же, откуда была его мать. И еще в 20-х годах, конечно, случился раскол сюрреалистов. Там было две половинки. Одна приняла позицию Бретона, который стал коммунистом и сказал, что в общем-то сам по себе сюрреализм и акцент на творчество, они уже изжили себя и нужно переходить в деятельную плоскость. Собственно говоря, сюрреализм это такой зачаток коммунизма. Мы, собственно говоря, коммунизмом-то всегда и занимались. И вот одни ушли в политику, а на второй стороне, например, выступал Жорж Батай, знаменитый философ, который говорил, что коммунизмом нужно заниматься в области, ну так скажем, продолжать творчеством. Не в политике, да? Да, не в политике, а на письме, в мыслях, в разных, разного рода, может быть, таких акциях, не затрагивающих общественный порядок. И Миро как раз стал одним из вторых. Он предпочитает вместо убийства политики убивать живопись. не политический строй, не капитализм. Хотя капитализм, судя по всему, он особенно к своим зрелым, таким уже пожилым годам, он люто ненавидел. Или занимал такую позу. Это, конечно, достоверно узнать уже будет невозможно. Да и что такое достоверно, тем более для сюрреалиста. И вот тут он уже после распада группировки Бретона переживает такой первый может быть кризис, а может быть такую нехватку выразительных средств, которые предоставляет ему живопись. Ему и вообще художникам. Он начинает пробовать себя в скульптуре, в коллажах разного рода, в ассамбляжах. Ассамбляж это 3D коллаж, когда предметы бухаются на картонку. Это все вроде в плоскости находится, но она объемная. Если ты сбоку встанешь, ты увидишь, как все выделяется с ее поверхности. И часто ассамбляжи используют именно предметы, а не только краски разного рода. И вот в ритографии он пробует, я тут сейчас покажу несколько его, это будет в следующей папке. делает декорации, костюмы для балета Леонида Мясина, знаменитого такого деятеля. Ну, мы его уже как-то упоминали в связи с работой с каким-то другим художником. и таким образом получается, что он вроде бы находится на подъеме, но вот именно в плане того, что ему нужно много творить, и у него есть для этого вдохновение, но в 32-м году случается экономический кризис. Тут у него рождается еще дочь, у мамы слабое здоровье, и он принимает решение покинуть Париж и возвращается в родную Барселону. Там он занимается продвижением авангарда, при этом, как он его сам называет, каталонский авангард, ну, собственно говоря, в Барселоне какой еще может быть авангард. Но можно сказать, что уже такой вот социальной деятельностью он занят. И другая его известная фраза этих лет, то, что он движется через живопись к народным массам. Ну, чем это не коммунистическое высказывание? Самое, что ни на есть. Мы опять видим его такое и такое, которое является плодом разного рода экспериментаторства, и обращаем уже внимание потихонечку, что в общем-то красный, белый и синий цвета являются его любимыми. Они довольно часто встречаются в разных ролях и на таких разных полотнах. Но это красный, я уже сказал, что это вот здесь вот для каталонского взгляда мы видим две сумочки, две баратины слева и справа. потом у него со временем проявляется любовь к такому вот чему-то космическому, звездному и к таким женским фигурам, которые, ну, они опять же довольно-таки абстрактные, но при этом мы видим, что это женщины, есть некоторые элементы, указывающие на это, плюс длинные ресницы. Ладно, если честно, пока ты не сказал, я не понял, что это женщины, я думал, что это цапли, мне казалось, что это птицы. И вот как раз птицы, женщины и птицы, это то, что он обожал, и половина его картин называется женщины и птицы, ну, или как-то так. А пока он еще не определился своей любовью, он берет и пишет мужчину и женщину перед кучей экскрементов. Это то, что вы сейчас наблюдаете перед своими глазами. То есть, они перед экскрементами, а вы перед ними. Улитка, женщина, цветок и звезда. Похожен опять-таки на афишу «Ты меня упрекнул поначалу», но что-то такое у него есть в творчестве. И тут я прям конкретно вижу что-то из тулу злотрека 19 века. Из его цирковых афиш. И опять же видите эту перчатку. Тут, конечно, он не одинок. Для многих стереалистов характерны вот эти идеограммы. Когда они берут прям вот я люблю белую перчатку, я люблю длинные ресницы, люблю вот эти груди. Посмотрите, опять они здесь. Видите, груди в форме буквы «В» написанные. Или что он там еще любил миров. Вот эти красные прямоугольники, эти сумки. И я их буду бахать почти на каждую картину. Опять, видите, это грудь. Опять эти ресницы, которые на мокрицу похожи. А тут грудь вообще на лице. Ну, это не знаю, лицо не лицо, но похоже. А, нет, вот лицо. Это вообще Масяня, кстати. Я думаю, что... Артем, у тебя звук пропал. О, пардон. А я вовсю поддакиваю тебе. Ну, да, короче, Масяня. И, ну, не знаю насчет автора Масяни, но современные испанские каталонские художники, они очень сильное влияние испытывают в миру. Это видно по разным. Особенно, кстати, то, что до нас плакаты, логотипы разных компаний. И там столько мирошного можно заметить, что прям тебе удаешься. Один из самых влиятельных сейчас художников. Но я напоминаю, что он не так давно все-таки умер. И вот эту папку я назвал авангард и коммунизм в Барселоне вот за счет того, что я рассказал. Да, но опять же, мы вроде бы видим, что это художник, который напрямую не отсылается к каким-то политическим, каким-то социальным, культурным явлением. что здесь каталонского, да, но все-таки понимающий человек, он считывает эти вот знаки, эти диаграммы, если хотите. То есть, ну, как, если мы оповещены, да, о том, что здесь, чем является, то мы на разного рода других картинах это будем тоже считывать и понимать, что художник все-таки сохраняет очень большую связь с своим местом проживания, со своей родиной, и для него это важно. После 35-го года начинается, как известно, что? Гражданская война. В Испании, в ходе которой произошли, произошел ряд не самых, так сказать, приятных событий, режим Франко установился на долгие годы, но эта война застала миров Парижа и, ну, почему? Потому что он, проживая в Барселоне, по-прежнему он лето проводил вот себя на ферме, ну, и также совершал вылазки в Париж. И со временем он туда свою семью переселяет, потому что становится понятно, что война надолго. Я напомню, что в Испании там было противовстояние республиканцев, которые были таких левых взглядов, и армии, которая почти целиком стала на сторону права такого радикала Франциска Франка. И хотя Миро утверждал, что он всю жизнь себя никак не ассоциировал ни с какими политическими партиями, предлагал, предпочитал свои какие-то ценности только в творчестве выражать, тем не менее, все-таки вот касательно режима Франка, он был достаточно критичен, особенно во время войны. И переселив туда семью во Францию, он, конечно, не может не переживать поводу того, что там происходит. У него выходит серия Барселона. Это графические работы, которые, ну, вроде как, не ахти, какую художественную выразительность нам предъявляют, и во многом похоже на предыдущего миру, но они так или иначе, эти рисуночки, они переживают происходящее во время этой гражданской войны. Опять же, все эти знакомые диаграммы, элементы с его предыдущих картин, но уже видите, здесь и всякие челюсти, какие-то тут страсти, дым, видно, что что-то, и глаза здесь то ли в саже, то ли не спавшие, какие-то напуганные, да, в общем, можно увидеть, что что-то такое здесь мрачное изображено, но самое известное полотно, это, конечно, натюрморт со старым ботинком, мы, по-моему, и у Дали видели ассоциацию войны и вот этих пособников генерала Франка как сапогов, да, в качестве сапога Франка изображался, кажется, у Дали тоже и здесь что изображено вы все видите, да, и добавить мне тоже особо нечего, а по части экспериментаторства вот как раз первая картина, которую я показал и раз вы на нее насмотрелись, давайте на вторую смотреть, она почти такая же, видите, здесь вот что он тут использовал, для создания. Черную икру? Ну, черную икру, зеленую икру и коричневую икру. Да, икры разные. И писал все это с ножной икрой своей, на ноге которой. но тут не только много всяких использованных материалов, но еще и опять же его любимые цвета и каталонские цвета, этот красный, желтый, и опять они собираются не только в абстрактные какие-то композиции, но и что-то тут появляется сюрреалистическое, как будто голова птицы с клювом, да, и вряд ли это чисто наша ситуация, потому что Миро очень любил птиц. Так же и здесь, да, то есть опять какое-то существо, опять глаз, вот у него конечность некая, очевидно, а тут вот как будто виселица изображена. И самая известная его серия, которая, возможно, вообще лучшая в его карьере, это серия созвездия, например, полночная песня «Соловья и утренний дождь» здесь или созвездия «Женщины и птицы». Вот пошла уже первая картина, которая так прямо называется. Создана эта серия во Франции, как я уже сказал, но там ему в какой-то момент пришлось переехать из Парижа в Нормандию, потому что, извините, началась уже новая другая война, более крупная. зашедшая уже на территории этой страны тоже, она называлась Второй Мировой. То есть в данной папке, которая у нас по 45-й идет, у нас и Париж, и Нормандия, и потом уже он с началом оккупации Франции переселяется обратно в Каталонию. Он там каким-то образом бежит, понимает, что в Каталонию будет лучше, из Каталонии на Майорку попадает, и, в общем, чудом его там не поймали и не что-нибудь хорошее не сделали, потому что он там без документов, плюс художник, который явно занимается искусством, как это называли, деградационным, там другое слово было, ну, помните, дегенеративное искусство. Дегенеративное, вот, да. В 42-м году он с Майорки возвращается в Барселону из-за очень больной матери, и тогда же в Музее современного искусства в Нью-Йорке открылась ретроспектива его работ, и считается, что вот из всех выставок, которые начали вдруг появляться в Америке, которые показывали европейских художников, американскому зрителю во время Второй мировой войны, у Миро была либо первая, либо вообще, ну, по-любому одна из первых, но, возможно, даже первая это была выставка. Первый художник европейский, которого увидели американские простые зрители. Ну, тогда же он уже обращается к керамике, и керамика очень много его будет занимать, но, опять же, мы не показываем ничего, кроме живописи графики по такому вот нашему принципу, и у нас живописно-графическая философия, и показывать 3D-объекты вам на плоском экране монитора, мы посчитали, что это будет не совсем правильно, и мы просто не будем никуда успевать. мы сейчас торопимся завершать наш сегодняшний рассказ про Миро. Ну, дальше, что после Второй мировой войны, он, оставаясь в Барселоне, попадает уже в новый свой период экспериментов, мы видим, он снова здесь несколько видоизменяется, хотя, в целом, его все еще, конечно же, можно узнать, вот, особенно здесь, он очень испанско-каталонский, такой рекламный, вот, какой-то мне логотип это до боли напоминает, я вот вчера искал, так и не нашел, что это за логотип, где-то не прям такое же, но очень сходное с этим есть, а наш живописно-философский логотип это вот, да, как-то нас сюда мастер-то вписал, а вот посмотрим, что из этого вышло, я еще сам не знаю, вот опять женщина некая со звездами, но уже без птиц, а вот эта женщина птица и лунный свет, охохошенький, вот что я хочу на это сказать, а что вот это, я не могу сказать, но называется это полуоткрытое небо дает нам надежду, и сделано в 54-м году, что там произошло, здесь военная каска, очевидно, какой-то социальный посыл, не могу сказать, в 47-м году он посещает Америку, потому что поделчает заказ на роспись в отеле, там знакомится с Полоком, с Арчилом Горки, это такое армянского происхождения, тоже абстрактный экспрессионист был довольно известный, может у нас он тоже встретится в нашем курсе, потом возвращается в Париж, кстати, от абстрактных экспрессионистов он чуть-чуть где-то здесь наберется, ну вот, наверное, не на этих еще полотнах, но позднее что-то покажу вам, это не иероглиф, это сидящая женщина. В 48-м возвращается в Париж, Миро, там обретает дилера, который уже его практически до старости обеспечивает заказами, и перебирается на окраину Пальмы, ну где-то вот с конца 40-х у него начинается такой предпенсионный период, потому что он уже мало куда перемещается и стал уже он востребованным монументалистом настолько, что, в общем, его самые такие интересные и вкусные заказы не только в Испании, в Каталонии достается, например, он пишет фреску солнца и луны для штаб-квартиры, вот, не ООН, а ЮНЕСКО в Париже. Еще некоторые другие там такие тоже имеющие большое социальное значение заказы выполняет, в общем, такой достаточно обхаянный вниманием художник, но с властями Испании, с официальными все-таки отношения у него не ахти какие хорошие, ну, потому что мы, насколько помним, режим Франка еще довольно долго после окончания Второй мировой войны просуществовал. И хоть он в творчестве уже и не высказывается так много и так сильно, да, по поводу происходящего, но, тем не менее, полную свободу, как бы, полную такую возможность для признания и самовыражения он получит гораздо позднее. Я открыл последнюю папку, это то, что вы видите, часть его триптиха, которая называется Blue, то есть голубое или синее, и представляет из себя этот триптих, такие вот красные линии и точечки на синем фоне, темно-синем фоне. Вот в этой папке можно сказать, что он уже целиком занимается тем, что он назвал уничтожением живописи, потому что сейчас пойдут эксперименты еще похлеще тех, что у него были. Ай, ёлки-палки, я уже думал, хватит. Хотя вот последняя картина мне нравится, кстати говоря, то есть цвет, это красиво. Вот то, что сейчас, да? А, да, да. Ага, ну, тут помимо того, что у него эксперименты, у него еще и такая акционистская деятельность пошла, потому что он, например, однажды, возможно, это вообще первый такой перформер, акционист от живописи, он однажды написал, расписал оконную раму и тут же залил ее растворителем, показав, что, собственно говоря, все, что он сделал, как бы, может быть легко уничтожено и тем самым многие потом только поняли, он выражал скрытую критику режима, но настолько имплицитное, что считанное напрямую не было и он никак не пострадал. Но, в общем, он считал, что полноценное творчество вот в этих политических условиях невозможно и по-всякому это показывал. Возможно, его эксперименты это и есть его признак и выражение того, что с ним происходило. Тут еще все вполне угодно, а вот посмотрите, например, здесь, что он сделал. А там что? Там живопись под этим? Такого вы еще не видели, я думаю. Слушай, ну это не назовешь убийством живописи, правда же? Это чем-то другим назовешь, но не убийством живописи. А чем? Не знаю. Баловством живописи? Ну да. Ребячеством таким? Да, да, детскостью на фоне живописи, не знаю, но это не убийство живописи, это же не убивается она, она здесь подтверждается, утверждается. Ну тут что-то убивается, прям кровяные глаза там, но такое мы видели справедливости радио, тот же Берцли любил на таком ограниченном пространстве делать какую-то объемную большую фигуру, которая не заполнена никакими элементами, она там может быть белой, может быть черной, в графике, помните, у него тут такое было, тут конечно Мирон не новатор, а вот похоже на то, что тебе понравилось. Ну да. Называется «Полет стрекозы перед солнцем». Здесь с буквами у него там есть тоже такие эксперименты, но мы видели что-то подобное у этих самых ребят, у футуристов. Угу. Тоже ничего особенного для него. А вот это одна из последних его работ «Женщина и птица в Ноктюрне». Из позднего периода самая известная картина это считается вот эта. «Женщина и птица» опять же. Но тут уж совсем они неузнаваемы. У него вот несколько работ есть такие прям вырвиглазные. Я часть уже показал, но вот это, наверное, самое. Ну, которое прям как-то он делает такой эффект, что как будто в обработке. Очень яркие тона. Вершина его уничтожения живописи и экспериментов в антиживописи это когда он начал резать холсты, начал их рвать, начал их прожигать. И самая никакая неизвестная. Они неизвестны, я просто покажу одну из них. Это вот. Да, ну, вообще классно. То есть это не нарисовано, вот эти доски, да? Это он так прожег и порвал картину. Понятно, да? Да, да, да. Ну, вот тут как раз, я думаю, влияние абстрактных экспрессионистов, экспрессионистов, потому что здесь он явно брызгал из тюбика, здесь он явно это делал какими-то хаотичными движениями, как они любили тоже. Ну, опять красивый, такой милый, аскетичный, жёлто-красный, зелёно-синий пейзаж, как и на некоторых других работах. Очень каталонский. Вот не ошибёшься, да? Ну, может быть, в Каталоне ошибёшься, но видно, что испанец сделал. Да. Вот как мы это понимаем? По усам. По усам, по вот этой вот теплоте открытости цветов, которые, они не глубокие, да, они в чём-то такие рекламные, в чём-то даже детские, и вот всё это в целом, да, такое похоже на этикетку какого-то лимонада, который делают где-то в предместьях Мадрида. А это вот, пожалуйста, роспись по белому фону для кельи затворника. Тоже серия его работ, где просто на белом листе одна линия расчерчена карандашом. А, есть такая линия из правого угла верхнего в левый нижний, есть там другие углы, чуть-чуть о ней. Но всегда это одна линия в этой серии. И последнее урок катания на лыжах. Из того, что я не сказал про его жизнь, нужно отметить, что только в 68-м году Барселона официально помирилась с художником, открыла его ретроспективу. Но к тому моменту самому Миро было уже аж 75 лет. Он мало работал, хотя многие из его показанных экспериментов уже были в такой старости. Сделаны так, что тут он с бабушкой Мозес может в каком-то смысле поравняться. Хотя совсем про другое, совсем проехали. Но тоже возрастной очень художник, который не терял энтузиазма для работы. В 70-е годы после аварии дочери он увлекается объемными гобеленами и тогда же у него появляются ассамбляжи, вот эти 3D коллажи. И тут же его несколько акций проходит. То есть он становится известен в Испании как какой-то странный взбалмошный художник, очень уважаемый при этом, который свои работы сжигает и говорит, что он тем самым протестует против меркантильности. Его, как он заявляет, очень сильно зацепляет то, что при капитализме искусство превратилось в лоты аукционные, превратилось в какие-то ценники и он собирается как-то способствовать тому, чтобы так не было. Но стоит сказать, что это была не только, конечно же, совершенно точно не только поза, а еще и целенаправленное его такое влияние на то, чтобы так действительно происходило. И его труд в 70-е был посвящен созданию нескольких институций, которые бы вот несли такую социальную роль. Это, во-первых, в 75-м году организованный фонд Жоанна Миро в Барселоне. Это некий такой центр современного искусства и исследования современного искусства, его популяризации, который, находясь на некоммерческой основе, очень серьезное влияние имел на молодых художников, на широкую публику и в каком-то смысле легализовал вот это его авангардное творчество, его самые разные проявления, как я говорил, ухищрения. Вот такой фонд был в 80-м каком-то в общем когда-то чуть-чуть позднее он открывает аналогичный центр в Пальме, называет его уже фонд Жоанна и вот забыл как его звали жену, в общем его и фонд жены Миро там уже и обучаться можно искусству то есть там еще образовательные программы добавились и делал это он опять же не так как как бы стали делать новесиентисты с такой вот с неприятием чего-то такого модного продвинутого европейского а как раз по образцу передовых французских английских институций в этой области в общем как вы поняли прожил он очень долго и на протяжении жизни попадая на территории самых разных стилей и по-всякому их преодолевая и преодолевая себя он можно сказать оставался верен себе даже в глубокой старости а умер в 90 лет в 83 году в Пальме в общем где проживал на старости лет на родине своей матери и на родине своей жены и случилось это 25 декабря именно поэтому мы его сегодня и разобрали вот так закончилась жизнь и творчество одного из ключевых сюрреалистов в истории живописи самого примитивного среди них самого примитивного абстракциониста человека который соединил сюрре абстракцию который при этом еще сам был поэтом и в общем за счет того что увлекался поэзией он и считается как бы занимался поэтическим реализмом на своих полотнах и сам кстати писал стихи выпустил там под конец жизни книгу своих произведений но мы об этом не сказали может быть кто-то заметил и через эту призму как-то чуть позднее может исследовать но в общем так или иначе это был один из самых рискующих самых влиятельных художников не знаю удалось ли ему убить живопись или вообще пытался ли он это сделать на самом деле придумал ли он анти живопись как он ее называл но тем не менее он не просто заслуживает большого внимания а он не может его не заслужить потому что он прям плотно вошел в нашу жизнь может быть где-то в окрестностях Краснодара или там Москвы это не особо заметно и это не так да но посещая южные европейские страны посещая Испанию Францию в особенности Каталонию нельзя не заметить как много он повлиял на самую разную эстетику этих стран ну я могу какие-то выводы добавить ну вначале скажи ты я с удовольствием послушаю возможно я понял главную идею как он убил живопись если Сальвадор Дали постоянно занимался в своем сюрреализме созданием всевозможных концептов то есть он сначала придумывал а потом делал то Миро явно действовал как настоящий художник сначала делал а потом видимо что-то говорил и таким образом он как убил живопись он просто с помощью красоты своей линии а линия у него очень красиво он ее фактически перевел в разряд графики но при этом нельзя сказать что это не живопись вот так он ее убил ха-ха интересно еще что он верил в коллективное бессознательное и считал что в общем сюрреализм это как раз по большей части то что произведено как раз общими какими-то вот этими потаенными какими-то симптомами отчаяниями а не каким-то индивидуальным опытом и может какими-то неразрешенными детскими конфликтами по типу того как это утверждал Фройд и слово даже такое он говорил что он стремится к анонимности творчества но понимал анонимность именно по характеру то есть что художник что я он говорил хочу делать так чтобы это выглядело как культурный объект как то что создал народ а я как просто один из его представителей и отсылал к великим мастерам да у которых великим мастерам прошлого у которых работали часто толпы всяких наемных работников которые как бы несли в себе культуру которую передавали эти всяческие ценности и в этом плане он вроде бы экспериментатор но не эгоистичный экспериментатор не ставящий свою персону как источник этого экспериментаторства а такой который считает себя в общем как бы скорее выразителем говорил что художник должен быть глазом народа и глазом голосом свободы и ну может кому-то давно а кто-то еще кому-то не давно или кто-то не раскрыл но суть активизма он видел именно в этом и собственно говоря коммунизм его его политические пристрастия они были именно такие вот ну типа социокультурный путь патриотизма каталонизма вот этого вот этого движения за все хорошее против всего плохого в Каталонии но я так скажу во-первых то что ты такую отсылку сейчас к Фройду сделал это в общем его слишком популярное поверхностное понимание потому что на самом деле Фройд утверждает что субъект это произведение культуры и в общем от Фройда отчитывают ту самую знаменитую философскую концепцию конца 20 века и начало 21 века как смерть субъекта то есть конечно же Фройд абсолютно согласен со всем что ты сейчас сказал и всем что говорил Миро потому что субъект всегда является выразителем чаяний и деятельности активности культуры и коллективного такого всеобщего ну пускай сознания если не бессознательно так что в общем все правильно в этом смысле и очень странный концепт вот этой индивидуальности какой-то как мы привыкли называть его западноевропейский такой индивидуации как называют его Юнг это в общем не про психоанализ по крайней мере Фройда это не про социализм это не про нынешнее искусство которое мы сейчас говорим это про что-то совершенно другое ну его еще например называют таким трансгрессивным это же слово тоже фройдистское трансгрессия да трансгрессия в основном это слово батайское батай очень сильно ввел его в дискурс то есть оно родственно словам агрессия прогрессия то есть это такое принципиальное преодоление границ и вот считается по его таким усилиям по его усилиям разрушить вот эту границу между возможным и невозможным преодолеть живопись и преодолеть себя же потому что видите он не копировал себя он постоянно что-то пытался как бы нарушить из того же что и сам придумал постоянно что-то создать то на что раньше он не был гораст вот по вот этим всем признакам его часто называют как раз одним из самых трансгрессивных художников тут конечно тоже да этом ну так в качестве аргумента в пользу того что наверное он был не коммерсантом потому что коммерсант бы плодил одно и то же а это настоящий художник в таком смысле а это настоящий социалист только он не рисует соц реализм ну как же а это же и есть это все считается крестьянская тема у него каталония здесь на полотна хорошо ну ладно я думаю тут лишним уже будет вдаваться в подробности что дескать это вот дискурс капитализма такой про индивидуацию потому что сам капитализм себя в этом смысле рушит потому что любая индивидуальность в капитализме точно так же подавляется и подчиняется всецелому всеобщему движению все должны быть на самом деле одинаковыми так что можно еще сказать что это выкрик истерички про вот то что я я на самом деле такая но никто иной как истеричка так сильно не подвержен влиянию всеобщего поэтому вся эта индивидуация на самом деле является просто иллюзией и сейчас мы переходим к новому нашему мальчику к следующему который конечно же является выразителем выразителем культуры в которой он жил и наконец-то я наверное успею произнести его имя и фамилию прежде чем назову назову кнопку кнопку стопа это Евгений Панасенков панасенков и панасенков